Уже не было. И мне очень жаль, потому что это не детский сад. Какое объяснение? Да, никакого объяснения. Захотелось просто ребенку домой. Это нормально, совершенно. Надо быть домой. А кто дома был на празднике вообще? Не, а кто? Да. Ну вот сейчас на празднике кто? Раз, два. А что, все остальные не ездили? Это не киевские. Ну не киевские. А что не успевали? Было даже время? На ведеоне посадил. На ведеоне посадил? Ну, побевался, прикосывал. А, посидели. Посидели на эти. А что домой не поехать? Там нормально, дома жду же, а дети ходят. Ничего. А кто был еще раз? Ну как дома вообще? Вы откуда? Я вообще с пути в Лиссанской области. Я был у родителей жены. А бегать и нет. Не бегать и нет. Но есть разница между путевым и Киевом? Нет. А вы? Я и Сум. Но разница есть между с нами и Киевом. А вы до этого в Киеве не бывали или бывали? Бывал. Но так долго не бывал. Но и разница разительная. Конечно. Вот так я когда еду в Харьков, но сейчас уже давно не было и не хочется. Я так привел свой родной город, я там вырос и 26 лет прожил. И когда я долго не бывал, возвращался, как человек эмоциональный, то я просто у меня слезы на вокзале влились. И вот так я сейчас туда приезжаю, караулю, пустыню. Это Харьков пустыня. А я представляю, как в Путилле, Пересвыну, а? Перекривой рух. Перекривой рух. Не знаю. Пустыня. Все сколько и больше. То есть как бы, да, в Киеве еще жизнь, а периферия вся убита наскольку. Задавлена. Одни ларьки, ни магазинов нормальных, ни ресторанов, ничего такого. А кто еще был? Вы откуда? В Черкассе. В Черкассе. Ну как там в Черкассе? Одно, что нету права. Почему нет? В Черкассах нет. Встроят вот. Ну. Не будем надеяться, что будет хорошо. Просто... А кто? Не знаю, что это? Надо у нас, а другой человек. Да. Строят. Только я недоволен, как там его строят. Как долго бы устроить, я его оттуда выгоню или кого-нибудь. Но, в принципе, как бы, мы сейчас, я вам рассказываю о том, как мы договариваемся, да, что все работают в Киеве, но периодически, когда нужно банку на лучших условиях, придется нам вытягивать периферию тоже. И это соответствует законодательству трудовому. И, а то у нас, я послал одного нашего директора, Мука Петровского. Он хотел оттуда и сбежал. Да? Куда? Обратно. Обратно. Почему сбежал? А? Почему сбежал? Не понравилось? Сбежал, потому что он жениться собирается, написал, что у него там присмерки кто-то оказался. Но дело в том, что зарплаты по 5, по 6 тысяч долларов, по 200. Мы говорим так, я мог бы не делать эти условия, мы договариваемся, и почему человек, который не дал объяснений нормальных, не останется ни один. То есть, мы договариваемся так, все нормально, нужно на месяц ехать, согласовать вопросы, ехать, если бывает надо, нужно звери, нормальные люди, только карьера превыше всего. За это я как бы устанавливаю, ну, банк, я как идеолог, устанавливаю правила, которые стимулируют, ну, человека, ну, если только он хочет делать карьеру, а не хочет, можно работать на ставку, зачем это платить, выбрасывать деньги. От такого человека ничего мы в системе не дождемся. Если мне надо ехать для банка, я все бросаю и еду в любую дыру, вот, или иду куда-то и прошу, или что угодно делаю, лишь бы такое, все было нормально. То есть, мы говорим о том, что мы партнеры. Детского сада здесь никакого быть не может, это не серьезно. А так, все в Киеве лучше из лучших. Так. Значит, это мне не нужно. Как у вас идет стажировка? Когда у нас будет высказывание, как ее произведено? Где это все положено? Если звонка 30-го числа отвечает директора, обобщаем, что же дим предоставлено или на следующем. Пока еще не пришло. Не ответили пока. Что касается этого человека, которого я рассказывал по... А то есть заключение, и могу предоставить. Где? У меня. У меня. Хорошо. Вот. Вот я периодически как партнером... Кто это? Кто это? Вот я каждый день собираю справки, что мы сделали хорошего. Сзади мы выдали миллион, полтора миллиона гривен и сорок девять тысяч долларов. Это за сегодняшний день. Ассистент. Я все время дергаю директора в отделении. И они пишут мне свои... По разным поводам. Ну, например, я дергаю, прошу высказаться по приказу по комнате, да? Потому что иначе, если не прочтешь приказ и не дашь какие-то мысли по нему, никогда его не прочитаешь. Вот так оно все укладывается в голове, и мало того, появляются какие-то мысли. Вот, например, мы покупаем разную дрянь на сумасшедшие деньги. Всякие уничтожители, кондиционеры. Я могу спросить, какие уничтожители нужны? Да? И мы поручаем кому-то сделать тендер и определить, ну, какие лучше. Вот, например, получаю ответ. Высказаться о качестве уничтожителей на отделениях. Ответило всего 13 делений. Остальные не ответили. Я каждый не ответ кладу в личное дело. Мы потом это проанализируем. Ну, если человек не хочет работать, то есть, ну, какой вывод из того, что директор не отвечает на мой вопрос, да? Ну, какой это, на ваш вопрос? Что-то рако думает про себя, а не про банк загадки. Да, ну, во-первых, про себя, а не про банк загадки. Это уже погано. А что еще? Не интересует ли это? Он не хочет решать вопрос, который ему рано или поздно придется решать. Ведь я же понимаю как. Я в любом из вас вижу председателя правления банка. Заместителя председателя. Ну, не к тому, чтобы посидеть нашего председателя. Она чуть старше вас, в 31 год. А к тому, что, ну, потенциально вы можете выполнять такие функции, которые, ну, мы будем делегировать полномочия, и часть вопросов вы будете решать самостоятельно. Но если человеку плевать, какой у него уничтожитель, как тратятся деньги банком, да? Ну, он работать на уровне менеджера не должен. Потому что у нас должна быть идеология корпоративная. Мы все партнеры, да? Если я вижу, что прихожу и вижу, что все, ну, на отчетах по 20 долларов, или в отчет за 20 долларов, или этот, сколько он там, 15 стоит, красивый, или календарь, который там на 12 долларов обошелся, заворачивает пирожок директора отделения. Ну, все, он для меня уже не существует. Это враг банк. Это человек, которому надо идти на завод и пришивать подошву, там, или крутить гайки. Ну, что-то делать. Потому что это обычный, ну, как бы, это не бизнесмен. Это не менеджер, который на все обращает внимание, и который, ну, никогда не позволит себе обращаться так... Я не приду к вам. Это все, чтобы прийти домой, ну, не к вам, мы-то партнеры, да? А я иду в дом к своему приятелю, да? И начинаю размазывать у него там повидло на этом самом, на говре, да? Ну, как он обо мне подумает? Ясно, что я его не уважаю, я никакой ему не друг, раз я ковер ему повидло, вымазал, специально при чем, да? Растираю бычок там на этом самом, на дорогом этом. До свидания. Этот человек завтра сделает такое, что вы себе представите, думаешь. Он просто нас убьет, да? А мы вкладок понапринимаем, нам люди доверяют, он не будет за вами ходить и за мной, и грохнет нас на полную. Ну, что ему плевать. И на платежки, которые идут, и на все остальное. Это моментально для меня показатель. Я реагирую на это однозначно. Ну, развод могу сделать замечательный. Хотя я не могу понять, ну, почему он так сделал. Это для меня... Что касается ваших высказываний по поводу людей, которые берут взятки, там, или так, чтобы предвосхитить ваши ответы, да? Я вам скажу, что в некоторых вещах вам просто придется, ну, мне довериться. Да, я так вопрос поставил. Я не знаю, куда этот материал деть, но, как бы, он останется... Не, все эти материалы, сейчас я все это напридумываю, они все будут при вас храниться. Но я никаких выводов делать не хочу. Имейте в виду, что если человек способен на то, что, ну, украсть, или что-то подделать, или взять деньги... То есть, если у вас в системе заводится человек, который, например, за подарки выдает информацию о клиентах, или о чем-нибудь, то он... Это как раз и есть тот случай, когда я вам чертил... Ну, это вы, кто не знает этого... Когда я вам чертил, вот, что... Что... Прямые пересеклись, да? Это антисоциальная направленность и стремление удовлетворить потребности. То есть, если оно вот так где-то ходит, мечтает, там, да, и так только оно сошлось... На одну копейку, да? В свою пользу. Операционист решил проблему и... Ну, опять-таки, кто не знает, не посмотрит передачу. В свою пользу какой-то вопрос. Все. Уже за этой чертой нет назад дороги. Как только сотрудник любой, ваш, да? Или вы где-то не должны мимо пройти. Если я узнаю, что кто-то из партнеров наших прошел мимо, вы видите... Зашли в отделение и видите, что... Ну, я шучу, да? Что ваш коллега, да? Ворует деньги, ну, например, да? И ушли дальше. В тот же день не будет ни его, ни вас, как только я об этом узнаю. Ваша задача немедленно решить эту проблему. Не настучать, а решить. Написать. Уволить его. Можно дружить, не дружить. Ну, как бы с ворами лучше не дружить. Но не имеет значения, насколько это ушло за эту чертой. Вот так, чуть-чуть, тютелька, да? В данном случае он перешел в серьезную границу. Это очень серьезное преступление. Вообще-то мы должны, по закону, были сообщить об этом органе. Потому что есть преступления, недоносительства за которые наказываются в уголовном порядке. То есть, чтобы вы имели в виду, что не ссылка на то, что мало зарабатывает, Вывод, что мало зарабатывает, можно сделать. То есть, когда вы видите, что ваши сотрудники что-то начинают думать про жизнь. И где-то еще искать какой-то заработок. Ну, ночью подрабатывать. Или что-то клиентам какие-то услуги. Ну, это такое. Мы все время должны лоббировать интересы своих сотрудников. И что касается зарплаты, мы можем это всегда обсуждать. Чтобы у нас не получилось, как было когда-то я перестал на банк обращать внимание. Смотрю, мы превратились в школу по переподготовке кадров для других банков. У нас ежедневно вымывались операционисты. Они же с клиентами в мешке. Ну, уходим. Поэтому мы дали операционистам высокую зарплату. То есть, не нужно допускать это. Если вы видите, что этой зарплаты не хватает. Если вы видите, что это не дает возможность этим людям нормально жить. Ну, не знаю. Если вы видите какие-то варианты, чтобы можно было прикрепить, закрепить сотрудника так, чтобы он даже не думал о том, чтобы перейти в другой банк. Потому что нам нужна стабильность кадров. И вот моя жена была в Италии, например. Она видела, как работает фабрика обувная. Одежда, ползалей. Три миллиарда долларов в оборот компании. Так они даже, поскольку это фирма, которая выпускает одежду для миллионеров и президентов. Ну, это одна из десятков фирм очень престижных. Которые шьют, вы слышали, Армани, всякие такие. Это одна из них. Так они, поскольку очень важно здесь именно вот эти швеи, чтобы они были очень аккуратны. Так когда они рожают детей, у них это в контракте записано. Тут же няньку им, а там это дорого. Это не у нас няня в Италии. Вот. И у них столовая, кормили, мою жену показывали, при этом заводе, ну там фабрике, громадная фабрика. Пятизвездочная гостиница. Так они кормят, ну, свои рекорды. Ну, то есть, масса приколов есть, какие мы можем как менеджеры решить. Ну, например, в центральном банке я решил, не знаю, распространили это на ваших или нет операционистов. У нас там три года повышения зарплаты, пять лет. Ну, это как взлет. Это я не вникаю. Ну, я же не вижу проблем. Я же оторван, я не вижу операционистов. А вы должны их видеть. И сразу же немедленно ставить вопрос, что есть проблема. Какая-то, да? И надо ее решать в целом. Что? Как насчет выдачи низких процентов? Да, я никогда в жизни никаких кредитов не буду своим сотрудникам выдавать, потому что загонять их в кабалу. Вот. А потом они начинают ненавидеть банк, вот. Потому что надо платить проценты. Поэтому пусть они поживут без кредита. Да. И мало того, если вы видите, что сотрудник ваш кредита, если он занимает деньги, то мы взяли одну на работу. Да? А тут же у всех взяли замминистра культуры. Он занимал бывшего, только его уволили на работу. Два месяца проработал, оказывается, у полбанка деньги занял. Во-первых, я вам хочу сказать, что... Что? И я отдал потом половину, кстати сказать. Это очень дурная привычка. Занимать деньги, да? Плохая. Нехорошая. Лично вам, если я узнаю, что кто-то из вас занимает деньги, у меня будет сразу соответствующее мнение. Надо жить на те деньги, которые зарабатываешь. И строить те планы, которые можно реализовать. А иначе, не дай Бог, человек допущен к деньгам, а у него все равно проблемы. Мне жалко людей многих. Вот у меня работает женщина со мной, которая в доме ухаживает. У нее трое детей. 200 долларов зарплаты. И я в ужасе от того... Ну, устроили мужа, получается, вместе 350. Ну, во-первых, 350 долларов, это уже зарплата для семьи со средней экономики страны. Это даже не... Это совсем не Россия, не Украина, там, и не Белоруссия. Это личные деньги. Вот. Ну, что ж делать? Будем мы... Будет экономика подниматься, мы сразу же будем платить зарплаты выше. Чуть ваш сотрудник стремится, и у него мозги есть. Выдвигайте его немедленно. Давайте ему дополнительные какие-то... А так мы будем всего лишь на уровне конкуренции. Так у нас зарплаты в целом выше, чем другие банки. А не говоря уже о менеджерском составе, это вообще не о чем говорить. Вот. Но я ничего сделать не могу, иначе мы развалимся. Экономика сама слабая. Вот. Это не благотворительность. Занимать деньги нехорошо. И сразу же реагируете на это. Иначе проблема будет. Человек, который допустит платежкам, к компьютеру, к программному обеспечению, имеющий проблемы. У него в голове все время как вырваться из этого кошмара. А он уже вошел в клинч. К чему я и говорю, что все можно делать, кроме как играть в казино. Там можно проиграть деньги, а потом надо же их отдавать. Проблема. Поэтому лучше зарабатывать. Не хочу. А у нас есть приказ. Свыше 500 долларов мы кредитуем сотрудников. Если зарплата выше 500 долларов, мы кредитуем сотрудников. Ну и квартира туда ему светит сразу. А для директоров отделения сейчас готовится приказ. Как на полторы тысячи долларов зарплаты вышел, под самый минимальный процент мы сразу же покупаем новую машину. Но хорошую. Это должно быть много. По новой салону, да? Новая. Ну я имею в виду из салона. Новая салона мы возьмем скидку. Мы сразу сделаем заказ на 20-15 машин. Это будет намного дешевле, чем... Ну, по сути, на самом деле. А в первую очередь, деньги, которые будут зарабатывать, надо тратить. На одежду. Это тоже отдельная тема. И на представительские всякие вещи, да? Часы должны быть у работника банка дорогие. А не этот самый Ситозен или этот самый... Или Ариена. Поэтому я вам советую часы не носить. Пока вы не купили часы хотя бы на уровне, ну, долларов двести и нормальные. Перстни жлобские, как я... У нас директор отделения один. Хорошие деньги уже зарабатывают. Не успел начать работать, уже отдел, видно, заработал первый там. Отдел этот... Это все жлобство. И когда клиент приходит, он должен видеть директора отделения, как человека, который способен решить его вопросы. Не нищего. Я никому нищим не позволю работать. У нас так. Три месяца начинается доход. Так, несколько месяцев на уровень дохода не выходит. До свидания. И пока. Нищету разводить здесь директора отделения нет. А так у нас обязательно мы сделаем, что отдаленное отделение минимум тысячи долларов зарплаты. Хотя нет к этому причине. А так у нас три тысячи, и я с вашей помощью эту программу закрою. И в Киеве никто меньше получать рублей. А пока, значит, первые деньги надо тратить на хорошую одежду. Вот. Потому что вы должны быть аккуратными и солидными. Копеечные часы не носить. Вот. И ничего страшного. Это не женщин касается. Он касается. Все это засуды. Да. А какие купить, я потом скажу. Когда вы будете зарабатывать деньги. Это все очень важно. Скажите, где? А где, понятно. Я не могу. Расскажу. Ну, кстати, сказать немного. Можно обойтись и... Клиенту. А? И без этого. Как медиация с клиентами. Как по поводу стажировки. Есть какие-то... Ну, вам директора все рассказывают. Нет никаких трений, проблем? Или вы ходите и не знаете, что делать? Нет. А что вы делаете? Я? Сегодня закончилось 10 дней уже стажировки на Паньковском отделении. Мы с директором ездили, мы заключали агент соглашение с фирмой, там, потребительский кредит на холодильник. Был так по мелочам. Вот. А потом она мне там объясняла, какие схемы интересные. Как можно выдать кредит, ну, под недвижимость и тому подобное. Да. Главное, чтобы все операции пришли. Пока вы, ну, стажировались. Ну, в принципе, основные... А вы что делаете? На комный день? Да. На Минском первый день сегодня. Да. Ну, лучше, чем на прошлом было. Доступ к любой информации практически полдня замен был. Ну, директор был занят, а потом директор дал мне кредит. Он под квартиру хотел выдать, но Ирена Реонардовна считала, что по выдаче 3500 долларов вкладке... Как это называется? Гостинка. Гостинка. Поначал на директор. А, да. Ну, и что там? Ну, и что там? Ну, я там кредиты, я в ту неделю додавал, чтобы они были готовы. А мне специально занимаются ответы, которые в предыдущих полдня. Не шепчите. Патриотического кредитования. Ну, там очень часто с этого будет, и он спрашивает это перевести. А как их вести, если вы не знаете, как это делать? Говорит приходится сначала задать вопросы. Ну, я отвечаю на их вопрос. А вы можете ответить на эти вопросы? Потребитель всяких заданий? Не могу, да. То, что... Я, во-первых, изучила инструкцию, потом я послушала, как это делать в СЛАН несколько раз. Но вообще есть там тяга на этом отделении? Или оно пустое? Нет, оно не пустое. Там очень много людей есть. Вот второе направление. Я обрабатывала из потенциальных клиентов, которые у нас там находятся. Я выписала около 150 адресов фирм. Мы их отзвонили. Больше половины хотят получить администрацию. То есть хотят записать деловую переписку. Сейчас мы говорим без письма. Потом мы их предоставим. Да, письма все у нас давно уже... Ну, вот мы ходили, говорят, что-то нужно составить, чтобы мы его прочитали. А ночью будет кто-нибудь? Ночью, когда работала в единичном режиме, заходили по обмену валюты в основном. И несколько раз было достойно, но очень редко. А вы были давнощиками? Да. Я уже почти в конце была, только одну ночь. Но были или нет? Один раз была. Ну тоскополно, да? Полно. Ну, только заходят там у нас экспресс и дети. Деньги. Ну сколько человек? Деньги. То есть это заходят девушки, которые заработали деньги, но еще меняют. Мммм... Хорошая тема. То есть, что они меняют, как бы там, софт разбивают или 50, чтобы проверить, небольшого ли она. Меняют там 10 долларов из софт. Так есть смысл его держать ночью или нет? Нет. Нет. А почему вы так считаете? Ну, потому что кроме обмена вот небольшого количества долларов, начинают это стоять. Ну, и потому что у вас никаких идей нет. Правильно? Ну, если поставить рекламу на ЖД вокзале, в экспрессе, чтобы... Потому что нет каких-то складок. Ну, легче всего сказать, что не надо. Правда? Ну, если бы был Вестин, допустим, так, вот как несколько раз, чтобы это было в системе, то... Ну, надо что-то сделать, чтобы он был. Нужна реклама. Чтобы люди знали. Хорошо. Ясно. Значит, у вас никаких вопросов, в принципе, по отделениям нет. Да? Все идет нормально, пишем положение. Да? Есть, может, какие-то вещи, на которые бы вы хотели обратить мое внимание? Что-то вас взволновало, или все как будто в родной дом оказалось? Ну, вот такой вопрос поднять можно. Например, резидент Украины не может получить по загранпаспорту своему Вестерну. Ну, перевод по Вестерньюнию из-за границы. Почему нельзя получить по загранпаспорту? Например, у нас отказали двум клиентам, поскольку женщина объяснила, что она забыла на даче паспорт свой. А почему вы не отказали? Она вам сказала? Бухгалтер объяснил мне, что есть положение, по которому, ну, когда-то выдали по загранпаспорту, есть положение, что нельзя выдавать только общегражданский паспорт. Да. Ну... Я не понимаю, почему нельзя по загранпаспорту выдать этот перевод в Вестерньюнию. Поскольку по положению в Вестерньюнию можно даже выдавать... А вы положение это видели? Да, я его... ознакомился с ним. Там даже можно выдавать в законе в Вестерньюнию. Вот так, правило правоства банка положения или общее Вестерньюнию? Нет, правило правоства. По правилам правоства? По общей национальному паспорту выдача переводов. Идет. А по заграничному нет? Нет. Там же будет. Ну, это надо спросить Вам... Да, я хочу... ...обродиться с Илья Николаевна. Это не у меня. Это нормальный вопрос. И доехать до глубины. Было, видимо, заключение какое-то... Под любым... Как бы... Под любой проблемой лежит... Скорее всего там какой-то риск. Лежит какое-то обоснование. А если его нет, то Вы попали в точку. И если только Вы не найдете этого обоснования, да, и мы сможем выдавать деньги по другим документам, тут же у Вас год идет доход 10% от операции. В масштабе всего правых слов. Что? Ну так вот, не нужен же Вам, правильно? Почему не нужен? А что Вы застеснялись? Как будто... Я... Я просто въеду в эту тему. Слушайте, это касается и меня. И всех. Есть приказ. Я ввел. Вы ввели. Можете отказываться. Тогда назовите адрес, куда это перечислять. Нет, нет. Удивительно. Да. Это приказ. Это не подачка моя. Я же не решаю никаких вопросов здесь. Да? У нас вообще все вопросы, они урегулированы... Ну, приказами и инструкциями. Да? И я никаких подачек никому, ни себе, никому не делаю. Ну, правда, я как бы себе-то не беру, потому что я каждый день что-нибудь придумываю и зарабатываю на них. Вот, придумал продажу налички, ну, уже вроде зарабатываем. А кому это отдать? Ну, это уже другой вопрос. Хотя, вот, можете посмотреть, банк купил мне во дворе стоит за то, что я работаю на банке. Брседей Джей, непростой. Советую вам, когда выйдем, я могу его показать. Он стоит полмиллиона марок. Это бронированный марселес. Вот такой банк сделал у меня. А? А вот и сегодня мне его пригнали. А, Джей. Выдерживает гранатомет и любые эти самые еще. Я попросил председателя правления, потому что это не мои компетенции. Я не могу сам себе купить, я не имею права в подписи финансовый документ. И она согласилась. А вы думаете, я ее не спрашивал? Конечно, я ее спросил. Это чистая правда. Я ее спросил, позволяет ли наше сегодняшнее положение приобрести мне такую машину? За все мои труды. Что я с вами тут мучаюсь. Со всеми. Да? Что я работаю в режиме председателя правления. Она сказала. Хорошо. Я вам куплю. Я буду на нем ездить. Красота. Какого ни одного в городе Мерседеса второго нет. Есть бронированные Мерседесы старого выпуска. До джипов, по-моему, никто еще не додумался. Но это цена приличная. Это цена вертолета. 250 долларов. Ну, 250 долларов уже марка упала. А фактически это 1300 долларов он тянул. Ну, без проблем. Это очень дорого. И растаможка. И растаможка. И пятилитровый. А? Пятилитровый. Крутой. С телевизором внутри. Сайм. 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 Вот такое стекло. Вот такое величины. Да? Ну, как? Ну, если честно, я заслужил это. Хотя это, ну, не частые подарки, которые мне банк за всю историю делал. Вторую машину мне купил. А до этого я сам машину покупал за свои бабки. Так. По поводу ВДНХ. Я себя плохо чувствовал. Я очень извиняюсь перед вами. Я надеюсь, сумею вам продемонстрировать, ну, потому что это был плохой разговор. Я плохо себя чувствовал. И, конечно, аудитория была никуда. Да? Не годилась. Потому что она была не расположена для разговоров об обслуживании. Это чисто красные директора, которых собрал глава администрации мой приятель. Вот. И притащил сюда, чтобы замылить вообще руководством страны, что Таркер идёт. Да. Их вообще ничего, как бы, не интересует. Я даже не знаю, с какой стороны к кому подойти. Вот. Теперь по поводу, кто заканчивает стажировку. Заканчивающий Исмаилов, Дуда, Степатенко. А кто, Исмаилов, ну... Стойте. А! Исмаилов, Дуда, Степаненко. Ээээ... Вы тут подходит концу. Вы заканчиваете ещё... Вы... А вы на директора шли разве, да? Или на замок? На директора. Директор? А кого я? Я... А вы на директора или на замок? Нет. А кого на замок я брал? Ну, кого я сначала отшил, а потом пригласил. Ну, поднимите. Поднимите. О, вот это и есть запад. Да. Ну, я могу и передумать за время стажировки. Потому что сейчас... Раз уж Бог дал вам шанс, то он людей не хватает. Вы покажите себя. Значит, вы... Вы, да? И вы готовы уже стать директором? Да. Я бы хотела сначала пойти к пожилоку ещё на замок. Так. Ещё кто? Вы... Я понял. Вы... Ещё... И всё. А вы готовы? Я? Да. Куда угодно, да? Если партия пошлёт, то можно идти в любую сторону. Вам готовы поднимать документы. И вы готовы стать директором, подписывать документы? Ну, насколько я знаю, с вашей стороны было сказано, что даже те, которые были вовремя директором, сначала поработали заново. Ну, то есть вы хотите тоже быть замом? Я не хочу быть замом. Я хочу поработать заново, а потом перейти. О-о-о. А сначала все хотели быть директорами сразу. Правда? Не, ну, потом были... Бывают именно ваши такие слова. То есть вы прислушались к моим словам? Вы сначала говорили директором, но вы были согласны. Потом... Страшновато быть директором, да? Нет, просто вы сказали эту ситуацию, что... А кто в процессинговом центре хотел работать в реаловом центре? Хотел? Да. Нет, я просто задавал вопрос. А у вас карточки интересуют? Как интересует? В принципе, интересное дело, но директором быть более интересным. Ну, это понятно. Вы просто не знаете, о чем речь. Я вам скажу честно, что интересно везде. Ну... И можете не сомневаться, что ближе ко мне, но только для перспективного человека в сто раз интереснее, чем... Вы быстрее здесь... Так что кто... Вы не знаете, что здесь. Это разные вещи. Я могу вам представить человека, который вам расскажет... Только, конечно, кто со мной сможет работать. Это, конечно, вопрос. А вот работает Островский по дисконтным программам. Его в жизни в отделении не отправишь дохода. И зарабатывать будет по совсем другой уровню. Ладно. Значит, а вы уже готовы быть директором, да? Просто до того, как вы вынесли вот это решение, то что все стажеры проходят по 10 дней, потом должен быть зама. Я уже до этого начал, как бы, поиск своей работы и уже, как бы, заключил соглашение. Ну, не соглашение, то есть теоретически я уже зам. Уже вы подписали... Да. Да. И где вы зам? На южном. Да. Ну, там тоска на южном. Там мало людей. Старается вырывать. Сейчас на миллион двести поднял остатки. Это кто? А вот этот он стал кунди на совещание. Су. Су. Он стал, вы похвалили. Молодец, он получает две тысячи в первый месяц получает. Четвертый месяц получает сейчас премию, две тысячи гривен. А откуда он взялся? Я не помню. С южного отделения. Не помню. У него пять раз увеличились остатки. Я сказали, сколько вы получаете. На южного отделения я всегда была доставка. Я выгнал, откуда живет, где никто. Он говорит, что он шестой. Или шестой. Один все время читал газеты. Такой умный был. А информация просто переходит. Там же у нас миллион служб. Кассиры стучат потихоньку. Они рассказывают Ирине Николаевне. Спокойно. Мы это правильно. Они рассказывают. Один там был он в шахматы любил играть. И сам с собой. И красоты. Но он, правда, был уже в возрасте. Ему было лет пятьдесят пять. Начальник такой, как это был. Так он целый день разгадывал краскопы. Специалист, царь, краскопы. Я, кстати, был невысокого мнения об этом. Соло перестает и тот. И он молодец, если у него есть к этому тяга. Но вообще интересно на отделении или доска? Интересно. А? На южном. На любовь. А? Тоски нету. А? Тоски нету. А? По времени. По времени. А чего нет? Работы много. Ну вы же сейчас плеете кругом там это. На дельтах и перед времени. Я не знаю, что держался в основном. Все держится. Да. Ничего. Тяжело как. Тяжело. Вам повезло в том смысле, что мы все с вами стартуем одинаково. Не думайте, что здесь сидят волки старые, которые знают всю эту технологию. Мы в начале пути. Вот тем, кто уже после вас придет, да, через годик, они как бы маленько, разрыв будет очень большой. Ну, не маленько, а сильно оторвутся. Потому что им начинать будет в отделении, где прибавится еще 100 инструкций, будет сложно. А пока еще ничего такого особенно не происходит. Мы все ничего не знаем. Куда мы ворвались? Но, вот, пример Южного показывает, что не имеет значения, где находится отделение. Или вот я отправляю сейчас в Демир-Петровск с полторы тысячи долларов зарплаты и машины. Хороший из Крыма парень пришел. И выезжает, да, там куплено здание. Престижное очень в центре. Ну, будем его вообще сремонтировать. И он начнет делать это то же самое. Он разделяет мою радиологию Краснобайя. Я верю, что он добьется, ну, результата. Вот так же и Прусенко, директора отделения не лучшего. Вот. Я его просил, поехал в Сумы, поработал там, поднял отделение, приехал зампредом. И я перед ним чувствую ответственность. То есть, как бы, я понимаю, что имею дело с патриотом, с человеком, который, ну, собирается развивать систему. Вот. Такие какие-то дела. Но у меня больше ничего такого нет сегодня. Мне нужно было пару человек вырвать сюда. Вот. Не знаю. А вы как с кем-то взяли, что вы в этом селе? Взял меня, Исмаила, как раз, и Дуда проходит на живом. Да был же в этом, в Южном. А пока нету приказу, он у меня работает. А-а-а. Ну, да. И кто еще? И все, идут. А кто будет? Да. Которая не хочет быть директором. Так может, вы навсегда? Не хотите. Не хотите. А? Конечно, кофе. Так это будет больше опыта. А что на адрес там? Да. После восьми ни одного человека не было. За выходные. А с семи до восьми пришло три человека. За три дня. Ну, да. Чайки в основном. Завезли эти монеты. Ну. Никто и не менее интересуется. Продали две серебряных монеты, те которые были уже давно. Угу. И по вывеске, оказывается, вывеску никто не заказывал. Я сегодня заказала, завтра поменяю. Какую? А за время работы. Мы уже работаем до двадцати трех, а там написано до восьми. Угу. За монетницу в окно заказала сегодня я. Привет. Завтра где-то в день. Там клиенты в море. Напишите письма всем. Найдите их только. Я нашла уже сто пятьдесят клиентов. Пишем письма. Плюс сегодня две результативных встречи. Завтра открываю счеты в понедельник. А с кем вы встречались? Учредитель ICI Украина. Вот. Они занимаются экспортом и расплавом. Ого. Ого. И стройматериалов. И президент там же вторичный рынок. Переработка пластиковых бутылок. Угу. В бизнес. Да. Такую возможность въехать в бизнес и понять чем занимается клиент ни одна должность не даёт. Это фантастика просто. Вот. Вы работаете с клиентом, а он зарабатывает деньги. Да. Сложившийся бизнесмен. И весь опыт, который у него есть, всё через вас проходит. В документах. А вообще для того, чтобы создать бизнес, это очень сложно. Это он миллион ошибок делал. Все его договора, все его документы, это всё как бы, ну, бесценное. Конечно, мы его никуда, и я этим не интересуюсь, и никто не должен ничего знать. Но по мере работы вы будете специалистом в разных областях бизнеса. Ну, вот они приглашают посидину фирмы. Я согласилась с удовольствием поехать посмотреть. Да, да, да. А потихоньку вы едете до конца, и когда вы бизнес этот будете понимать, вы сможете делать им хорошее предложение. Потому что не въехав поглубже, вы не сможете понять, что нужно клиенту. Какие у него проблемы. Например, была у меня идея оптовики. Вот те, кто, типа, слабо утечает пиво. Ну, он просто как-то неровно дышит нам. И у него какие-то свои проблемы. Вот. А вообще... У них миллион всяких посредников. То мы можем увеличить, мы можем гарантировать фирме, если она переходит нам на обслуживание, и заставляет посредника перейти к нам на обслуживание, да, то мы можем, проанализировав его обороты, взяв под залог, ну, какие-то его объекты, проплачивать или векселями, или живыми деньгами производителю продукции, и намного... Ну, что он все время отражит. Отдает продукцию, я не знаю, погибнет этот посредник, или живой придет. А денег не хватает, ему нужно обороты сделать. Ну, например, если это в Киеве, он разводит по много мелким магазинам и ларькам, да. Мы этих ларьков берем, их ларьки под залог и магазины, да, и тут же у него открывается второе дыхание, он может больше закупать, ну, продукции. Но при этом он обязан к нам перейти на обслуживание. Вот. Он не может без нас проанализировать, что представляет из себя вот этот вот посредник. Потому что он не видит его другой деятельности, не знает, чем он занимается, не понимает, насколько он аккуратен в своих делах. А через банк мы можем это убить. И можем за него гарантировать... И мы вот... У нас одна компания громадная, какая-то женщина, занимается продажей Мальбора, там, всяких дел. Мы ей открыли овердрафт на 2 миллиона долларов, по-моему. Или... Ну, примерно дали гарантию на 2 миллиона долларов. Под крупные фирмы, там, типа Нест, Нест Кафе, там, Кофе, там, и другие. Заставив одну из компаний, ну, где она закупает, перевести часть оборотов к нам. То есть через банк это все возможно. Но это... У вас все это... Не может появиться ни одна идея на пустом месте. Это только после того, как вы поймете, чем занимаются ваши клиенты. Вот. И... Сможете анализировать любую фирму с точки зрения ее интереса. Вот такие дела. Если вопросов нет, тогда у меня вроде как бы ничего нет. Да. Сергей Михайлович. Сергей Михайлович. Наверняка, у нас в управе есть клиенты, у которых вклады... Ну, крупные вклады. Почему? Ну, сейчас протокуется такое. То есть, мы им проценты и оплачиваем на карточный счет, и он их получает. Почему мы не можем с карточного счета оплачивать коммунальную службу? Чтобы они приходили в банк и... Как бы это прямо с карточного счета шли оплата коммунальной службы? Вы фантазиат. Совсем разорванное не я. Можно это делать. Подождите, давайте, например, с аварий. То есть, клиенты оплачивают только телефон, а не так. То есть, заключен договор между капелеликом и аварийом. Платежки, которые вот, счета фактуры, приходят на банк. И банк уже непосредственно с карточного счета оплачивает такие услуги. Почему мы так не можем сделать? Чего не можем? Мы по телефону оплачиваем. Нет, именно коммунальные услуги. То есть, есть клиенты, которые вкладывают, например, в 15-20 тысяч. То есть, проценты ежемесячно... А почему? Ну, по вкладу в 15 тысяч он получает проценты. Да. Проценты привязаны к определенному слову. Если у него 10 тысяч долларов, а вы заплатили с его счета одну копейку, он потеряет проценты за месяц. Нет, дело в том, что проценты начисляются ежемесячно. Не нормально. Например, по 150 гривен, если где-то 15 тысяч, но, грубо говоря, больше 150 гривен. Коммунальные услуги примерно 120 гривен. То есть, 30 гривен у него еще... Не спешите с идеей. Я не думаю, что у кого-то они могут... Идеи на пустом месте не отрождаются. Они... Когда вы въедете в операцию, вы поймете какие-то для себя вещи. Пока я ничего не могу понять, о чем речь. Мы стараемся делать все операции. Если вы что-то сможете по этому поводу изложить, я с удовольствием здесь продискутирую эту тему. Это нормально. А если я изложу это на бумаге, когда можно с вами... А когда изложите, мы здесь поговорим, а потом со мной... Во-первых, я по любой бумаге поручу это кому-то, и вы получите ответ. Фантазия это или это нормальная вещь. Так. Что еще есть? Вопросы? Написать. Что? Ну, у меня проблема по Вестерну. Я вам написала служебка. Там ужасная связь у нас. Улицетовая. 229-я. Такая проблема, Вилан сказал, была на центральном и на индустриальном. Ага. Были и СВД, были и связисты. Я подняла всех на ноги, потому что... Трем человеком мы отказали. Да. Из-за плохой связи. Они сказали, что нужно только покупать цифровую. А мы покупаем? Ну вот. Надо в вашу... Только я имею ввиду. По каждой проблеме нужна отдельная бумага. Да, я написал. Чтобы это не было. За вашу баню. Нужно 100 человек, кому надо поручить. Я не могу им там расписывать. То есть на каждое... Нет, не все расписываем. Хорошо. Решим. Это 100% правильный вопрос. Только в разных районах там какие-то проблемы со связями. Просто это надо быстро решить. Потому что они как люди приходят в Вестерну, это вообще подходит. Да. И к ней же тоже приходили, к вашей этой пришественнице. Да. И плевать на это все было. Вот так она там все это и хоронила. Самое главное, чтобы мы не хоронили ни одну проблему. Как только мы что-то не можем сделать. Пришел человек и что-то хочет. И явно это, ну, законно и возможно. Да. А мы не можем это сделать. И вы этот вопрос тихо, мирно похоронили, вы враг банка номер один. Потому что каждая проблема требует немедленного обсуждения. А дальше я уже за вас буду вам помогать, как, ну, ее решили. А вы в каком отделении? Печерская. Да. Вы Печерская, вы Аболонская, а еще кто-то, московская. А там кто был? Там Науменко была. Науменко. А для этого девушка, которая закусывала и запивала. А куда Науменко делась? Она уволилась. Уехала. Она же уехала бы в Австралию. Не, в Америку она купила. Но, не знаю, уехала или нет, но... Ну, ту, которую бы выгнали с совещания, которую... Ну, не выгнали. Попросили уйти. Да, это я никого не угонял. Это просто, ну, директор... Уже написано заявление об увольнении, а она ходит на эти совещания. Ну, чего ходить? Я же здесь рассказываю для тех, кто работает. Да. Эта Степа мне ее подсунула. Она дочь каких-то высокопоставленных родителей. А? Заметно. Да. И, конечно, ноль полный. Да. И это проблема тоже. Имейте ввиду, что тот, за кого вы будете ручаться, если хоть раз вы мне подсунете человека, я время теряю. И знакомим его с тайнами, с нашими инструкциями и все. Как вы за кого-то поручились, а потом он оказался никаким или мы его выгнали. Так больше я от вас человека никогда не узнаю. В личном деле будет записано. Не разбирается в людях. Это не хуже, не влияет на зарплату, не лучше ничего. Просто есть люди, которые вообще не разбираются в людях. И все. Я уже сегодня могу за многих из вас поручиться. За кое-кого. За кое-кого. Такие вот как бы дела? Можно еще вопрос? Значит, вот этот учредитель, с которым у меня была сегодня встреча, ICI Украина, значит, они обслуживаются в Индбанке, переводят к нам счет. У них больше миллиона оборотов. Ой, хорошо. Да. Наоборот, это мелочи. Хорошо, когда остатки хороши. Остатки, он сказал, что это можно решить. У него какая проблема? Да. Он хочет открыть еще одну туризм и, значит, покупать билеты. И для этого заключает контракт с авиакомпанией. Да. И он откроет счет еще этой фирмы. Он говорит, может ли банк ваш, при условии, что он закроет все счета в банках других, и даст расписку, что будут работать только с нами, дать гарантию, что он хороший клиент? Запуск. Мы берем его... Единственное, что мы не делаем. Никогда. Мы не напишем, что он хороший, если он хренов. Да? Потому что это наше имя. Это очень серьезно. Более того, мы многим нашим клиентам выслали письма. И у нас вот по каждому клиенту у нас ведется дело. Да? И если менеджер хороший, любая встреча... У нас приказ есть по этому поводу. Помоем. А если нет, то его надо сделать. Она... Она... Не протоколируется. Твою слово. Это уже документы. Она... Да. Она как бы... Ой... Такое слово есть хорошее. Я вот даже с вами когда встречаюсь... Ну, с вами еще нет. А вот я недавно выбирал начальника департамента, встретился с пятью директорами отделений. С каждым поговорил. И тут же поставил число, потому что я забуду это. Тут же поставил число, и какое впечатление на меня эти люди произвели. И некоторым поставил крест. Он не пойдет никогда в руководство. Ну, дальше ему из... Ну, нормально. Он будет хорошим директором отделения и все. У вас самая главная информация там, которую я никогда не буду иметь. Я не вижу клиента. Вот вы встретились с клиентом, да? Он произвел на вас хорошее впечатление. Вы сразу... Вот берете листик, да? И как только он ушел, пишете число, о чем был разговор, какое впечатление он на вас произвел. Но не главный бухгалтер, это никакого значения для фирмы не имеет. А первое лицо. Ну, или учредитель, или если вам в одном лице генеральный директор. Если вы побывали в офисе, обязательно отразите, что это офис очень аккуратный. Что менеджмент поставлен на высоком уровне. Что руководители фирмы аккуратно одеты. Что чувствуется доброжелательность. Ну, это сразу видно, да? И тут же ему почерком написали своим личное дело раз и положили. Ну, не личное, а папку, которая для клиента. Потом, это будет иметь колоссальное значение. Для выдачи кредита, еще для чего-то, для написания какой-то справки. Потому что, если вы пришли на фирму, а там они валяются пьяные, да? И ворнякают. При том, что у них сумасшедшие обороты. Никакого значения это не имеет. Чтобы мы не ошиблись. Не-не-не, я говорю... Вы понимаете меня, о чем я говорю, да? Это очень важно. С любым человеком, клиентом, с кем вы встретились, оставьте след. Какое он на вас впечатление произвел? Болтун? Хитрин? Да? Да? Или это самое, наоборот, очень требовательный и серьезный человек. Вот. Или он бравирует какими-то своими связями. Это сразу, я вам гарантию даю, 99% это аферист. Вот. Ну, то есть, какие-то вещи, которые вы увидели... Потому что, после вас это останется. И для ваших, вы уже начальник, а это для банка колоссальная информация. Невероятно. Фантастическая. Потом надо принимать решение, а вы ничего не знаете. Ну, все забыли. Никто ничего не знает. На ваше место пришел человек, он снова должен с этими обходить эту, каждую фирму. Эту идею мне надо разлить. Потому что это хорошая идея. Пожалуйста, если мы возьмем в их банке все, что они нам дадут, да? Составим с вами здесь перечень вопросов, которые вы сначала составите, какие вы хотите уточнить. Я позвоню в Ингбан. Или Логошняк позвонит на уровне своем там. Спросит, как у них. Попросим в нашу службу безопасности, они свяжутся, выяснят, что это за люди. Если только они нормальные, и у них большая кредитная история, они заслуживают того, чтобы мы написали, что они нормальные. Но никогда мы не напишем на ненормальную вещь. Потому что потом эта бумага пойдет, когда он их ставит. В такие места, что нам кредиты закроют, с нами разговаривать не будут, мы людей подведем, они им какое-то доверие окажут. Кошмар. Вот такие вот дела. Но я думаю, что Ингбанк тоже самое им бы дал. У них скорее всего там какие-то проблемы. Нет, там не проблемы, это просто, ну, это банк. Хороший знакомый, через моего знакомого... В общем, я долго уговаривала пристить на банк, и они как-то перешли и не знают, что... Хороший знакомый это плохой менеджмент. Хороший менеджмент, письмо. Вот. А письмо, кстати, означает... Да. Письмо. После письма звонок получили, не получили. Вот. Я вам раздам проспекты. Самым крупным фирмам мы пошлем наши проспекты. Вот. Все наши грамоты. Сделаем им предложения, от которых они не могут отказаться. Вот. Все. И все. И клиент ваш. Вот вы. Что еще? Я хочу дошла сказать. Сегодня первый день на дихотире основного отдела. Уже в последние дни седьмого директора там сидит. И заходит до нас пенсионер. Старичок такой. Вин с броварей приехает. Хочет взять кредит. Купить какие-то станки. Начинает рассказывать историю, что он тысячи долларов в месяц заработает. Но мы ему поясняем, что он такой люди. Чтобы броварей шел. Да. Вот такое, что мы старым людям не выдаем кредиты. Что если придется веселять, то куда он выдаем кредит? Значит, он говорит, что есть указ президента, что вы должны... Ну, что он мает право на кредит. Нет. Я просто говорю, что он мает право на кредит и все. Но мы ему пояснимо, что мы вас веселим. Он говорит, что я пойду до вас. Вот он может что завтра до вас прийдет. Это мне безопаснее. Такого типа. Понимаете? Мы ему культурно объяснили, что это невозможно. Он вышел. Добрый вечер. Практично людей уже нет. Он вышел до операционистов. Почему нам на них наезжать? Что вот такие банки мне не хотят давать кредит? Как быть с такими буйными пенсионерами? Мы... Как только вы видите ненормального человека, медиционеру команду, и нехай ли не вам подручку, и выводят их в банк. Ну нормально. Кричать в банке... Были случаи когда-то встречать. Но вопрос не только с пенсионерами. В общем, у меня попадаются клиенты, которые так себя ведут. Ну говорится для этого есть. У меня лучший клиент так себя ведет. А если он нормальный, то он будет. Бросайте ему трусу с конца года. Главное ругают банки, каждый день приходят на арбан, и опять, ну что же вы приходите, неплохой банк, все равно приходят. Платят. Обещают все выводят еще. Это, видно, недосмотр какой-то со стороны банка. То есть, любой депозитный платчик может получить бесплатно карточку, плазирую, и с нулевым остатком на счету. То есть, получают его в течение суток. А депозит еще не доложен, да? Нет. Депозит пойдет, и тут же получает карточку бесплатную. То есть, бесплатная карточка и нулевая остатка. То есть, получается, любой мошенник может за 500 гривен получить бесплатную карточку, на следующий день обнулить. Не пройти безопасность. Да, не пройти безопасность абсолютно. Ты сюда не восходишь больше. О! Серьезно. Молодец. Слышно мне нужна была. А вы бы сейчас могли мне сказать, я уже уходить хотел. Нет. Нет. Имейте в виду, это ваша безопасность, это ваш банк. Иначе будем без работы все. Если не будем риски минимизировать, будем без работы. Все банки кончили плохо. Вот, и Инка, и Витроджини, там председатели были порядочные люди. Я лично их знаю. Что? Нет? Ну, я его выбор изо всех. В Витроджини был порядочный, с бородой, я его знаю. А Инка мой приятель. А Инка кому задавили просто сначала? Так как мой дом задавили. Полная бесконтрольность филиалов. Разорвали банковая часть. Разорвали банковая часть. И 90% банков кончили плохо только благодаря филиальной сети. И он мне говорил, не открывай филиал. А я ему говорю, а я лучше тебя по счастью контролю. На филиалах у нас там более или менее ничего. А начинали мы тоже. Воровали. Один взял полтора миллиарда гривен. Я не помню сколько гривен. Нет, кстати. Купона. Я не помню сколько это было долларов. Ну много. 1200. Уже настолько замучился бедный. Украсть никак не мог. Мы ему разрешение на кредит не давали. Так он наличными выдал. Залез в кассу. Сумку сгреб. Тут же они с заемщиком эти бабки поделили. Вот. Пополам. Пополам. Да. Пополам. Ему дали 14. А заемщику 8. Не пополам. А? Не пополам. Ужас. Как его можно было взять. И подсунул мне его мой приятель. Расскажи. Эээээ. Но. Вот что интересно. Да. Я это чувствовал. Вот. Я тогда мало встречался. И вообще в банке не был. Он когда сюда приезжал. Вот. Жулики. Ээээ. Сотрудники. Это самые. Ээээ. Симпатичные люди. Имейте ввиду. Опасайтесь тех. Кто лижет вам одно место. Потому что в госструктуре. Это там наоборот. Там кто заходит на четверенько в кабинет. Вот. И начинает уже подлизываться от двери. Это считается самый высший класс. В бизнесе, если человек непринципиальный, и он вам все время делает какие-то знаки внимания. Имейте в виду, что этот человек роет вам явно. Это жулик. Никаких таких отношений не должно быть. У нас еще одно отношение появилось по данным оперативным. Это молодые жлюди и молодые операционисты. И начинаются неуставные отношения. Причем я не знаю, как к этому подойти. Это вроде не мое дело. Но как вы думаете, как на это реагировать? Вообще, вот чисто... А? Но за границей-то этого нет. В многих компаниях запрещено. У человека приказов по компании на Западе. Ну, а кто хочет высказаться? Это правильно? Потому что я не могу никакого решения. Вроде как бы, ну, совсем молодые люди. Ну, что тут такого? Он не женат, она не замужем. Или жена. В Крыминесбанке было даже приказ по этому поводу, чтобы девушка молодая носить юбки восстановленного. Нет, ну, это не... Нет, нет, просто... Скажите... Цитацию... Ну, Андрей Конки, ничего умного за всю... Но приказ хороший. Цитацию предлагали сейчас следующим образом. То есть, запрещать людям какие-то отношения нельзя. Но нужно, чтобы этих отношений не было в одном отделении. То есть, если в этом отделении появились такие отношения, нужно людей в разных отделениях просто... Нет, я вам хочу сказать... Нет, нет, потому что если в одном отделении, это то же самое, что работать с родственниками, с друзьями и так далее. Я не хочу это выносить на отделение, да, потому что они уже в эти отношения как бы вступили, да. Я не знаю, как они... Понимаете, с одной стороны, когда люди работают очень много времени вместе проводят, да, это же больше, чем дома, то, естественно, всякие эмоции, как бы, ну, они возникают. Но это ни в коем случае не касается женщин. Здесь никаких абсолютно, с моей стороны, восстановлений не будет. То есть, если разведка донесет, что клиенты слишком часто дарят цветы, или какие-то... или есть какие-то знаки внимания, кроме как можно ухаживать только сотрудникам банки. В тот же день я выгоню ту девушку, которая себе это позволяет. Я не буду разбираться, до чего там дошло. Имейте в виду. Что касается мужчин, то, конечно, люди работают очень много времени, и у них очень много возникает общего. Это, ну, как бы нормальные молодые люди. Я лично, ну, в своей практике не очень, как бы, приветствую моих коллег, которые такие отношения заводят, потому что они с позиции силы происходят. Это уже, как бы, человек от вас в зависимости. Это не очень благородно, мне так кажется. А вот как это оценить дальше, я, честно говоря, ну, не знаю. Приказом это не запрещается, а, с другой стороны, как на это реагировать, не знаю. Они не отвлекаются от работы. Они работают нормально. Ну, думают не о том, о чем надо. А потом думают, и нормально все. Так, а проблема в том? Я не знаю, что вы чего-то говорите. Проблема в том, что я считаю, что от директора отделения зависят сотрудники, женщины, молодые, которые там работают. И мне кажется, что если он себя так ведет, то это не очень благородно. Но если это не устраивает, пускай пишет, всегда можно перевести в другое отделение. Да ничего, она не будет писать. Ее все устраивает. Но хотя это все устраивает, тогда если кто-то умеет. Проблема есть. Я думаю, что на это как-то я буду реагировать. Мне кажется, что это характеризует того молодого человека. Просто у многих опыта никакого жизненного нет. Они никогда не были начальниками. И они как бы не понимают, что начальник должен себя соответствующим образом вести. Я думаю, что это проблема. Ну сейчас вот это, порассуждам. Поэтому... А? У меня бухгалтера Барнин говорит. Ну, Михалыч, можно рассказать? То есть мне кажется, что вот... В ваших лекциях есть немножко какого-то противоречия. Да. Да. Нет, я вам скажу в чем. Да. Вы вначале говорили нам, что вот, если вы въедете в бизнес клиента, поймете, да он вам будет благодарен по гроб жизни. Говорили. Да. В том и следующей лекции вы нам про главный кодекс рассказали. Да, рассказали. Рассказали, да. Сейчас вы говорите, что если я увижу, что в отделении принесли там цветы, шоколадку и так далее, и тому подобное, буду гнать всех. Как это все понимать? То есть, ну, речь не дешит, что церковь не была. То есть, разговор шел о благодарности, об указанной услуге. То есть, каждый человек может отблагодарить как... Может сказать спасибо другу, кто еще рад. То есть, мне не кажется, с подробностями. Но суть заключается в чем? Что... Я объясню это. Мы не собираем приказ. Давайте я вам поручу порассуждать на эту тему. И максимум... Значит, если клиент приглашает ресторан, ну, не девушку, а... Ну, не, партнеры, деловые партнеры. Директора. С девушками только если женщина приглашает директор. Тогда можно идти, а так нет. Вот. Если приглашает ресторан, можно идти. И так это не назовется. И вы можете его пригласить в ресторан. А подарки для определенной суммы можем, как бы... Мы по этому поводу можем объясниться. Но! Когда я буду вас уверен, это я вам объяснял кодекс, ну, с точки зрения... Чтобы вас... Чтобы вы понимали в детский сад. Просто, что это должность. И это серьезная, как бы, вещь. Чтобы вы не попались ни в какую дрель. Поначалу лучше всего от этого, как бы, отходить. А когда мы сработаемся, ну, что... И мне клиенты носят... Ну, я у меня день рождения, так мне... Я просто сбегаю. Приходят и выражают мне уважение. Ну, и... Я иногда говорю, что это самое... Ну, во-первых, мне ничего не нужно. Ну, что мне можно такое подарить, от чего я обрадуюсь? Я даже не знаю о такой вещи. Да? Да я не знаю, куда их складывать. Я вообще заведу к себе в кабинет. Я не знаю, куда мне... Да, музей, да. Мы можем инициировать приказ, пожалуйста, как-то эту проблему упорядочить. А когда мы сработаемся, и мы партнеры, работали несколько лет, допустим, они вам носят, что хотите. Но лишь бы я в вас был уверен, что это не за конкретные вещи. Потому что, что вам Бог дал в банке, у вас будет громадный круг общения, вас будут уважать. У вас никогда не будет проблем с работой. Я не советую вам спешить куда-то бежать. По слету, с первого дня работы будут приглашать, как только вы клиенту дадит выдали, вы считаете, что в любой момент он будет нам делать предложение идти каким-то директором к себе, там, еще кем-то. Но вы выше любого директора. А просто не сделать ошибку. То есть, вы будете общаться с разными людьми, и имеющими власть, и имеющими деньги. И вы для них будете представлять банк. Они будут высказывать вам разные формы благодарности. Но поначалу я бы хотел, чтобы мы хорошо познакомились, кто есть кто. А потом нет проблем. Ну, просто не в том, что принесут, а вот такие вот ситуации нестандартные. Но только чтобы это не связано было с тем, что вы что-то ему делаете. Я сразу применил. А потом проблема в том, что вы не должны быть завязаны ни на каком клиенте. Вот, когда мне что-то предлагали, я уже не помню. Я... Ну, сейчас, что мне предлагать-то? Я, в принципе, никого не вижу. Вот. Сейчас не могу... Ну, я работал на должности, на большой, и от меня зависело... У меня было 16 бумагнитарных факультетов, я курировал. Я мог любого устроить, ну, когда я 40 лет работал начальником. Я хорошо понимаю, ну, как бы, что за что. Если человек хочет поставить вас в зависимость, начнет вам делать знаки внимания, а там такие люди будут... У них бабок куча. То есть, вам все что угодно... Можно эти вопросы обсуждать со мной. То есть, если что-то приволокли интересное, и вам кому-то это взять, поговорим. Ну, это... Я не думаю, что сначала там вы предлагать-то будут. Предлагать будут тогда, когда вы начнете решать вопросы. Не сегодня. Ну, пришлось отказать о кредите. Он посидел и такой говорит, ну, может быть, мы как-нибудь там договоримся, но пополам. Да, пополам. Я его объяснил, но он такой... Вот, ну, я попрощался, он говорит, ну, вроде рука крепкая, а боится. Если это клиент банка, уже у него в деле должна лежать бумага. Это чистые... Это физическая дизайн. Он просто дедушка. Да. Ну, просто это дедушка, который с проблемами... А ко мне приходили, когда я только в банке... Вот первый этап был, когда банки образовывались. Приходит идиот какой-нибудь, получая инвестиционный кредит, но вот хороший банк. Ну, мы там где-то проходили, особенно в Польше, мы котировались под нас там... Ну, кредиты выдавали так. Вот ты имеешь какую-то научно-производственную фирму, вот тебе миллион, но пусть за тебя гарантирует банк. Он приходит, идиот, и говорит, вот тебе... ну, вот мне миллион дают, давай пополам. Половина тебе, половина мне. А его отдавать когда? Ну, как же его придешь жить? Я с удовольствием, давай. Только кто будет отдавать этот миллион, когда, ну, придет время? Мне его некуда дейти, а... Во! Зачем же нам воровать свои же деньги? Ну, какой-то бред сумасшедшего. Да? Ну, вот. Но у нас сегодня таких нет. Ни одного филиала директора, слава Богу, вот, ни одного директора отделения, я не знаю таких случаев. А раньше были. И здесь в центральном банке работали, которые ломбировали чьи-то интересы. И пытались проскочить. Не дай Бог, я не думаю, что в этом есть смысл. На взятках никто немного не зарабатывал, несчастливым не был. Можно заработать много денег. Я вам говорю, что это можно. Есть время учиться, вот, один, два, три года, вот. У кого как будет происходить. Но возможность заработать деньги, честно, много, очень много. Столько, что во сне выпускниц есть. Из-за мной люди зарабатывали деньги, и большие деньги, вот. И ни с кем я не испортил отношения. И все нормально. Так что никаких проблем. Условия очень хорошие. Мы их всегда можем обсуждать. Наш самое главное, чтобы банк был номер один. А когда мы будем зарабатывать миллиарды, то вы будете зарабатывать миллионы. Потому что миллиарды не знаем сколько. А когда вы станете незаменимыми, тогда вы будете говорить так. Или я ухожу, или миллион долларов в месяц зарабатываю. И это нормально. Это нормальный разговор. Если только я вижу, что я заинтересован в этом сотруднике. А он, вот как я вам говорил, один зарабатывает на дилинге 130-140 тысяч в месяц. Я его терпеть не могу. Ну, например. А? Но он для банка работал. Он пришел и сказал, я хочу такие условия. И шпарик там с утра до вечера заколачивает деньги. Нормально. Я буду его условия выдерживать до тех пор, пока ему это будет интересно. Потому что он великий в своем будет. Не знаю, как он это делает. Потому что рядом с ним сидящий ничего не зарабатывает. Какие вопросы? Все, что я вам рассказываю, ну, я рассказываю идеологию, чтобы мы были единомышленниками. У меня есть еще одна идея, вы запишите. Я вам раздам всем и напишу Библию. Да? Ну, как только вы утвердитесь на пост заместителя директора. Чтобы вы доехали на заместителя, а то ведь один, видите, не дождался. И уехал к себе куда? В который смысл? Тернов. 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 Там его ждет великая будущее. Мы можем говорить всегда... Вот, знаете, нас может рассудить только какая-то идеология. Когда я говорю, как я должен, как мы обсуждаем разные поступки. Вот человек, я вам рассказывал, что мы не сообщаем клиентам, если они забыли деньги. Только по причине, хотя банку это выгодно, по причине того, что мы не имеем на это права. Но мы не воруем деньги, но мы не нажимаем на чужом городе. Поэтому, если дедушка забыл бабки, мы тут же решили, или бабушка, то мы его из-под земли найдем, и мы деньги ему должны вернуть. Очень много вопросов, но эти вопросы все нам до конца не обсудить. Их миллион. Вот как бы я поступал в таком случае? А это уже закон. И вы тогда должны поступать, потому что я буду оценивать, если вы поступите по-другому, то я буду это оценивать уже как... Чтобы не было недоразумения, я вам советую. Я вам после утверждения подарил по книге, раньше была коммунистическая идея. Вы этого времени многие не застали, а я его хорошо достаю. И все, все вопросы обсуждались, ну, главное, как надо поступить, ну, в конкретном случае, они обсуждались с точки зрения идеологии коммунизма. Ну, например, жизнь отдать до последней капли крови, ну, вот. Хотя на самом деле интересы одного человека в любой демократической стране, они стоят больше, чем интересы всего государства. Ну, это было тоталитарное дело. У нас другой идеологии нет. Кроме идеологии, мы можем поговорить об идеологии христианской. Хотите другую идеологию, я готов переключиться на Тору или на Коран. Пожалуйста. Но там написано все, как мы себя должны вести. И с этих позиций мы можем обсуждать, я прав, или вы правы. И я советую все-таки, если кто хочет со мной выяснять отношения, эту книгу тогда читать. Потому что все я рассказать не смогу, у нас эта лекция там пару дней и закончится. А вопросов, ну, таких вот, по справедливости, да, по честности, их останется еще миллион. И почему я держу определенную зарплату, я могу, ну, почему мы не платим ее операционистам, там, ну, как мы в концерне решаем вопросы, ну, зарплаты вообще сотрудникам, да. Есть принципы, через которые я, ну, не переступаю никогда. И почему еще мы что-то делаем, ну, мы могли бы всех озадовать, правда же, можно было бы взять сейчас каждому дворнику, ну, если банку позволяет, этот самый бюджет, да. Всем дворнику сделать минимальную зарплату тысячи долларов. Правильно это было бы, неправильно. Вопросы-то или не вопросы? Не вопрос. А? Почему? Ну, это неправильно. Почему неправильно? Ну, человек должен заработать определенную зарплату, то есть он должен какую-то прибыль за свою работу нести и получать за это деньги, то есть по обязанности. Да. Не, ну, на самом деле это вопрос тоже, потому что есть компании, например, которые выпускают табачные изделия, у них рентабельность, там, миллион процентов. Они вполне могли бы платить по тысяче долларов зарплаты своим сотрудникам. Но мы должны поступать как менеджер. Это вопрос принципа. Это не вопрос жадности, мои-моей или вашей. Это вопрос принципа. А принцип состоит в том, что компания должна быть супер рентабельной. И можно говорить о себе сколько угодно великих слов, но если, но, все величие ваше или любого менеджера, оно только определяется в цифрах. Ну, при условии, что мы, ну, поведение наше непреступное. Есть прибыль, вы великий менеджер. Нет прибыли, чтобы вы о себе не говорили, вы но. Это вопрос принципа. Поэтому зарплата должна быть такой, которая позволяет человеку жить нормально, ходить на базар, покупать себе там продукты и сводить концы с концами нормально. Вот. Но она не должна быть выше. Ну, она должна быть, может, чуть-чуть выше низкого, ну, как бы, предела. То есть, чтобы он не ходил по мусорникам и насобирал объекты чужой. Ну, вот такие какие-то идеи. Поэтому охранникам я бы мог платить здесь по 50 долларов, но мы им платим, там, минимум по 140, по 150. Ну, потому что это уже вопрос, как бы, ну, такой. Какие нести? А? Ну, совести наши. Мы могли бы платить и по 50. И чтобы, что эта плата, она тоже расхолаживает. Спасибо.